Такое, друзья, у нас сегодня настроение испечь большой-большой вкусный пирог, чай непременно созвать всю свою семью и выпить чаю с этим чудом. Начнём, не будем отказывать себе в удовольствии. Пирог довольно большой, поэтому у нас здесь 180 грамм сливочного масла. Мы добавляем к нему пару яиц. Также добавляем грамм 80 сахара, половину, даже четверть чайной ложки соды и столько же соли. Перемешали и начинаем добавлять муку. Чуть-чуть добавили, перемешали, добавили, перемешали и так до необходимой консистенции. Сколько возьмёт? Ай, какое тесто просто великолепное! Обалденное, друзья! 400 грамм муки ушло у нас, вы их, пожалуйста, смотрите, постепенно добавляете. Маленький кусочек оторвите, постараемся наш пирог потом ещё как-нибудь украсить красиво. А это наш корж. Собственно, корж. В принципе, можно раскатать скалкой и спокойненько выложить себе. Но, как вы помните, мы кулинат ленивый, поэтому кладём и ручками распределяем по всему противню. Это быстрее, удобнее, ничего не рвётся. Спасибо, ты его притоптала! Миллиметров 5-7 толщина получилась. Идём в холодильник или в погреб, в подвал, где там у вас хранятся запасы. И выкладываем хорошие такие ложки варенья у нас в маме. Следующий увкуснитель нашего пирога – это сухофрукты и орешки. Курагу можно чуть помельче порезать. Ну, вообще просто! Он такой красивый! Почти произведение искусства. Мне даже жалко его немножечко в духовку отправлять. Не жалей! Хочется смотреть, любоваться им. Но мы всё-таки отправим его в духовку. 35-40 минут, 180 градусов, и будем с вами пить чай. Не забыли! Украшения, друзья! Можно вот этот вот кусочек заморозить в морозилке и натереть на тёрке. Можно вырезать формочки, цветочки и так далее. Но вот нам ничего ленивее, как сообразить вот такие штучки, в голову не пришло, поэтому делаем. Колбаски и украшаем. Ой, ребята! Это так вкусно! Это так просто! Абсолютно понятный, домашний, приятный вкус! Покажем вам ещё, как вот оно всё пропекается идеально! Спасибо! 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 Спасибо!